Илья Захарович Ачба, Алексей Иосифович Шония, Лаврентий Григорьевич Берадзе. Наши уважаемые ветераны Великой Отечественной указом главы государства Рауля Хаджим понаграждены орденом Ахдзапша Третьей степени. Поздравляю ветеранов с наступающим праздником Великой Победы. Президент отметил, героизм участников Великой Отечественной войны послужил примером мужества для защитников Родины в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Не сомневаюсь, для каждого из нас будет это молодой, будет это человек в возрасте. Это праздник, который действительно привнес в нашу жизнь очень многое. Вы те, кто прошел эту войну, страшную войну, ушли на войну со всеми мальчишками. И ваши примеры, как раз ваш героизм послужил тем, чтобы наши молодые ребята героически защищали свою Родину. Я горжусь тем, что знаком с вами со всеми, горжусь тем, что многих из вас знаю еще с давних времен. Я, правда, конечно, помоложе вас намного, но знаю ваш не только героический подвиг, который вы совершили во период войны, те подвиги, которые позволили нам состояться, жить нам, тем, кто впоследствии строил это государство, Советский Союз. Но и знаю ваши усилия в ратном труде. Война началась для наших ветеранов рано. Каждому из них не было и 18 лет. Например, Илья Захарович Ачба воевал на Третьем Украинском фронте. Участвовал в боях за освобождение Румынии, Чехословакии, Югославии, Венгрии и Болгарии. За проявленное в боях мужество был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Лаврентий Григорьевич Берадзе в 1941-м только окончил школу. Школу сменила война. В составе 83-го отдельного пулеметного батальона его направили на защиту советско-турецкой границы. Далее Лаврентий Берадзе продолжил нести службу в составе 349-й стрелковой дивизии в городе Ленинакан в Армении. В феврале 1943 года он освобождал от врага Краснодар. Лаврентий Григорьевич награжден медалями за освобождение Краснодара и за охрану советско-турецкой границы. Алексей Иосифович Шония добровольно ушел на фронт в 17 лет. По распределению попал в Краснодарское пулеметно-минометное военное училище. В составе 24-й гвардейской дивизии в 1942 году участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи и Ростова. Донбасса и Ростова Сегодня в копилке заслуженных наград абхазских ветеранов появилась еще одна дорогая награда – Государственный орден Ахзапша третьей степени. Очень приятно, что я получаю сегодня от президента нашей республики. Дай Бог вам здоровья, счастья, радость, пускай запущает вас. Пускай вам здоровье будет, рады наших поселения. После торжественной части ветераны Великой Отечественной и глава государства сфотографировались на память. Субтитры создавал DimaTorzok